Это экстренный вызов телеканалу ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Проспали ребенка, почему родители не уследили за годовалым малышом. Сел за руль пьяным и сбил четверых. Какое наказание понесет водитель Тойоты? Убил тещу, чтобы помириться с женой. Приговор за циничное преступление. Кто виноват в смерти маленького ребенка, выясняют сотрудники следственного комитета. Трагедия произошла в выходные в Бердске. ЧП произошло в субботу на улице Карла Маркса в Бердске. Из открытого окна четвертого этажа. Прямо на бетонную отмостку дома выпал полуторагодовалый малыш. Ребенка срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Сегодня малыш скончался. Разбираться в причинах трагедии начал следственный комитет. Установлено, что ребенок находился дома с родителями. Во время дневного сна родители легли с ним спать. Ребенок проснулся, залез на подоконник и выпал из открытого окна. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Однако у жителей 47-го дома по улице Карла Маркса своя версия произошедшего. Они утверждают, семья на четвертом этаже проживает крайне неблагополучная. Якобы у полуторагодовалого Егорки не было даже коляски, да и на улице его видели крайне редко. Ирина первая поняла, что случилась беда. Услышала звук падения и выглянула в окно. И сразу схватилась за телефон вызывать скорую. Женщина вспоминает, окровавленный ребенок только постановал как животное и уже начинал синеть. Когда врачи увезли малыша, она поднялась на четвертый этаж к родителям мальчика. И натолкнулась на, мягко говоря, неадекватную реакцию. По словам женщины, мать мальчика еле ворочала языком. По-видимому, находилась в состоянии опьянения. Впрочем, в СКР эту версию комментировать пока не стали. Кто виноват в смерти полуторагодовалого малыша, теперь будут разбираться следователи. По результатам этой проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Анна Скок, Алексей Погодин. Экстренный вызов. Сел за руль пьяным и в результате сбил насмерть человека, а еще двоих покалечил. В советском районном суде Новосибирска вынесли приговор виновнику аварии в микрорайоне «Шлюз». Обвиняемый до последнего пытался оправдаться неожиданной помехой и плохой дорогой, но это не спасло его от реального наказания. В июне прошлого года управляя «Тойотой Короной» Александр Кирьянов сбил сразу четверых человек. В результате аварии погибла 72-летняя пенсионерка. Тяжелые травмы получили девушка-велосипедистка и еще один пешеход. Машина-убийца двигалась со стороны улицы Правобережной по направлению к «Шлюзовой» и настигла людей на обочине. По свидетельству очевидцев, «Тойота» неслась со скоростью под 100 км в час. Позже выяснилось, что Кирьянов взял на дачу автомобиль бывшей жены и поехал кататься. При этом прав у него никогда не было. К тому же горе-водитель перед поездкой принял на грудь. Виновника ДТП сразу же арестовали на 10 суток за вождение в нетрезвом виде. Ну а далее ему пришлось отвечать и по уголовной статье. Органами предварительного следствия Кирьянов обвинялся в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам. Во время судебного разбирательства Александр Кирьянов всячески пытался себя оправдать. Рассказывал, что объезжал велосипедиста, но на встречной полосе появился джип. Когда он уходил от столкновения, машину якобы занесло. Правда, свидетели опровергли эту версию. Кроме того, подсудимый посетовал на качество дорожного покрытия. По поводу алкогольного опьянения фигурант и вовсе отказался давать какие-либо показания. В целом Кирьянов вину не признал. Тем не менее, Фемида вынесла ему обвинительный приговор. Суд приговорен. Кирьянова Александра Сергеевича признать виновным в совершении преступления. Предусмотрено частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Под стражу Кирьянова взяли прямо в зале суда. Также ему придется выплатить потерпевшим компенсации на общую сумму более миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Леонид Лишенко, Константин Менин. Экстренный вызов. Аберский городской суд поставил точку в деле Евгения Захаренко. Мужчина признался в убийстве тещи и выслушал обвинительный приговор. Слезы делу не помогли. Приговор суда. 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Евгения Захаренко признали виновным в расправе над собственной тещей. Напомню, Лилия Грунтенко пропала 5 сентября по дороге на работу. Как выяснили следователи, ее подкараулил зять на специально арендованном автомобиле и предложил подвезти. В безлюдном месте Евгений Захаренко нанес женщине несколько смертельных ударов кирпичом. Несколько дней он утешал супругу и при этом возил в багажнике тело убитой родственницы. Не знаю, почему у меня был такой вариант. Я решил, что сейчас машину, а там уже разберусь, думаю, что и как быть, что делать. Возможно, она была жива. Я не знаю, у меня в голове непонятно, что творилось. Разъезжая по городу с трупом в багажнике, Евгений Захаренко помогал искать пропавшую тещу. Потом циничный мужчина бросил тело в лесу недалеко от Кольцова. Когда следователи собрали достаточно улик для ареста, фигуранту ничего не оставалось, кроме как написать явку с повинной. Видя вообще состояние людей вокруг, он спокойно играл роль человека, который якобы помогает следствию, якобы дружит. Свою тещу мужчина винил в том, что супруга подала на развод и хочет запретить ему видеться с ребенком. В последнем слове подсудимый попросил прощения у бывшей жены и пообещал, вернувшись из мест лишения свободы, заботиться о дочери. Татьяну Захаренко приговор не устроил. Женщина полагает, что убийца матери заслуживает более сурового наказания. За наезд на полицейского в колонию поселения сегодня приговорили и женщину-водителя, которая, пытаясь скрыться от стражей дорожного порядка, сбила командира полка ГИБДД. Инцидент произошел в ходе очередного рейда по выявлению нетрезвых водителей. Автоледи Виктория Дмитриенко на Хонде Фит сотрудники ГИБДД остановили глубокой ночью на площади Калинина. Женщину попросили предъявить документы, но она сначала забаррикадировалась в салоне машины, а потом и вовсе решила уехать. Дама надавила на газ и в итоге прокатила на капоте подполковника полиции, который пытался остановить беглянку. Совершила наезд на сотрудника ДПС и провезла его на капоте принадлежащего ей автомобиля. В результате умышленных действий Дмитриенко были причинены незначительные телесные повреждения сотруднику ДПС, не повлекшие вреда его здоровью, то есть причинившие физическую боль. Острое нежелание Дмитриенко той ночью общаться с полицейскими вполне объяснимо. Автоледи четырьмя месяцами ранее лишили прав и грозило очередное административное наказание. Однако этой самонадеянной попыткой побега женщина обеспечила себе куда более серьезные проблемы с законом. Гонщицы предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. На суде она пыталась оправдаться. Сначала подошел сотрудник ДПС, дверь держал мне ногой, не предъявлял документы. Я попросила предъявить документы, он мне ответил, я что, что, лом, что-то. Кроме того, подсудимая рассказала, что инспекторы ДПС якобы усиленно колотили в дверь автомобиля, чем вывели ее из душевного равновесия. Однако в итоге Дмитриенко полностью согласилась с предъявленным обвинением и дело рассмотрели в особом порядке. Потерпевший офицер принял извинения своей обидчице и претензий к ней не имел. Адвокат даже просила суд прекратить уголовное дело в отношении ее подзащитной. Но это ходатайство осталось без удовлетворения. Несмотря на полное раскаяние, 20 административных протоколов по линии ГИБДД, составленных в отношении фигурантки менее чем за год, характеризовали ее далеко не с лучшей стороны. Суд в итоге поддержал позицию гособвинителя и назначил несдержанной автоледи реальный срок. В местах не столь отдаленные Виктория Дмитриенко должна прибыть самостоятельно в установленный срок. У нее еще остается шанс обжаловать решение суда, но только лишь в части назначенного наказания. Вина же осужденной сомнению теперь не подлежит. Леонид Лишенко, Алексей Погодин. Экстренный вызов. На этом все. Информация о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Увидимся на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова